Привет! Вы смотрите девятую серию курса по фронтенд-разработке на канале Авитотех. Меня зовут Василий Новиков, я фронтенд-инженер и автор этого курса. Сегодня мы приступаем к новому разделу нашего курса — контексту исполнения. В восьмой серии мы говорили про область видимости в JavaScript. Эта концепция реализуется в языке с помощью lexical environment или лексического окружения. Сегодня познакомимся с execution-context или контекстом исполнения. В спецификации ECMAScript написано, что контекст исполнения — это состояние, которое необходимо для отслеживания процесса выполнения и связанного с ним кода. Понятнее от этого определения обычно не становится. Если говорить человеческим языком, то контекст исполнения — это среда, которая предоставляет доступ к лексическому окружению, то есть к данным, которые требуются в исполнении программы, к ключевому слову this и к доступным переменным. Важно добавить две вещи. Во-первых, в любой момент времени у программы есть какой-то контекст исполнения. Во-вторых, для каждого стэк-фрейма в момент исполнения программы создается новый контекст. Это значит, что у каждой функции есть свой контекст исполнения. Есть три основных вида контекста исполнения — глобальный, контекст выполнения функции и контекст исполнения функции evil. Глобальный контекст создается в начале исполнения программы. Функциональный — когда исполнение, соответственно, попадает в какую-то функцию. Мы не будем подробно рассматривать работу функции evil и обсуждать, плохая она или хорошая, так как, скорее всего, вы никогда не встретитесь с ее использованием в реальном программировании. Эта функция принимает на вход строку и исполняет ее как JavaScript-код. Фактически, она запускает интерпретацию JS-кода, который попадает в нее в качестве аргумента. Эта функция опасна из соображений безопасности вашей программы. Злоумышленники могут запустить свои инъекции прямо в окружении пользователя, что может привести к утечке его приватных данных. Но в рамках нашей темы нужно понимать, что все, что исполняется внутри функции evil, тоже имеет свой контекст. Вам уже знакомы области видимости и концепция lexical environment. Чтобы разобраться с контекстами и их устройством, нужно понять еще одну концепцию языка JavaScript. Она называется environment record. Если говорить упрощенно, то environment record — это то, от чего наследуется lexical environment, то есть механизм для хранения пар ключ-значения и реализации доступа к ним. По сути, можно представить себе environment record следующим образом. Environment record — это абстракция, которая говорит, какие поля и методы должны быть у ее реализации. К реализациям environment record относят declarative environment record или декларативная запись среды. Она используется для создания определения набора переменных и доступа к ним в конструкциях function declaration и variable declaration. Objective environment record, которая используется для хранения переменных и функций в глобальном контексте. Каждая запись среды или запись окружения имеет поля end record и outer. Об этом мы говорили в контексте lexical environment. End record — это набор пар ключ-значения, где ключ — название переменной, а значение — значение переменной. А outer — поле, содержащее ссылку на родительский environment record, то есть на тот, внутри которого произошла инициализация текущего environment record. Objective environment record, помимо двух этих полей, имеет еще поле binding object. Оно определяет объект, в который будут добавляться записи из end record. Еще одной реализацией environment record является специальная запись среды для функции. Она устроена следующим образом. В ее основе лежит обычная декларативная запись среды, но добавляются еще три ключевых поля. This value содержит ссылку на this object, который устанавливается во время вызова функции. This binding status — свойство, которое указывает на статус поля this. Оно бывает трех значений. Initialized — объект this инициализирован, и его можно использовать. Uninitialized — объект this еще не инициализирован. Lexical указывает на то, что функция является стрелочной, и у нее отсутствует локальный объект this. Что такое стрелочные функции и почему у них нет своего this, мы поговорим в следующем выпуске, когда будем изучать, как инициализируется контекст исполнения. Function object — ссылка на объектное представление функции, внутри которой устанавливается запись среды. Следующая ключевая реализация environment record — глобальная запись среды. Посмотрим, как она устроена. В ее основе логически находится одна запись, но фактически она определяется двумя — декларативной и объектной. Каждый из них имеет свой набор пар ключ-значения nfrec. Для реализации global environment record важно понимать, что у нее нет внешнего окружения, а соответственно и внешних записей. Поэтому поле outer равно null. Еще одно поле, которое добавляется у global environment record — это global this value. Оно указывает на глобальный объект this. Относительно этого же объекта инициализируется object environment record внутри глобальной записи среды. В nfrec декларативной части записи попадают переменные, определенные с помощью ключевых слов const и let, а также классы, объявленные с помощью class declaration и функции, объявленные с помощью function expression. В nfrec объектной части записи попадают функции, объявленные с помощью function declaration, асинхронные функции, объявленные с помощью async function declaration, а также функции генераторы и асинхронные функции генераторы. Подробнее про асинхронные функции и функции генераторы мы будем говорить позже, но для понимания немного расскажу, что это. Асинхронные функции — это функции, результат выполнения которых можно отложить, заняв основной поток исполнения другими операциями. Функции генераторы — это функции, которые могут порождать множество значений одно за другим по мере необходимости, возвращая при этом только одно, рассчитанное на каждую итерацию выполнения функции. Подведем итоги. Контекст исполнения — это среда, которая предоставляет доступ к лексическому окружению, то есть к данным, которые требуются в исполнении программы, к ключевому слову this и к доступным переменным. Есть три основных вида контекста исполнения — глобальный, контекст выполнения функции и контекст исполнения функции evil. Environment Record — это концепция языка JS, которая описывает механизм для хранения пар, ключ значения и реализации доступа к ним. Различают Declarative Environment Record и Objective Environment Record. Еще одной реализацией Environment Record является специальная запись среды для функции или Function Environment Record. В ее основе лежит обычная декларативная запись среды с дополнительными ключевыми полями This Value, This Binding Status и Function Object. Другая ключевая реализация — Global Environment Record или глобальная запись среды. В ее основе логически находится одна запись, которая фактически определяется двумя — декларативной и объектной. Вы посмотрели девятую серию курса по фронтенд-разработке на канале Авитотех. В этом видео мы познакомились с устройством разных видов записи среды. Запись среды — это ключевая составляющая контекста исполнения. В следующем выпуске поговорим, как создаются эти записи и как формируется сам контекст исполнения. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Полезные ссылки традиционно ждут вас под видео. До встречи!